Приседания до параллели Выполняются таким образом, чтобы бедра в нижнем положении находились параллельно полу. Чтобы научиться правильно выполнять приседания до параллели, можно в качестве подручного средства использовать стул. Присядьте на край стула, ноги расставьте на ширине бедер, пятки расположите под уровнем коленей. Выталкивайте себя вверх, используя усилие ягодичных мышц. Можно помочь себе, делая махи руками. Делайте присед, пока ваши ягодицы не коснутся стула. Следите за коленями, которые не должны выходить вперед дальше, чем уровень носков. Приседания плие Этот вид приседаний эффективно нагружает ягодицы, икры и бедра. Расставьте широко ноги, при этом колено должно быть сонаправлено большому пальцу ноги. Слегка согните колени. Руки расположите на бедрах или скрестите перед собой. Втяните живот. Приседайте на глубоком вдохе с идеально прямой спиной, смотря перед собой. В нижней точке приседа бедра располагаются параллельно полу, при этом проекция колена не должна выходить за пределы стопы. Задержитесь на 2-3 секунды в позиции, после чего выдохните и вернитесь в исходное положение, не выпрямляя до конца ноги. Ежедневно выполняя приседания плие, вы округлите ягодицы, разгрузите позвоночник, укрепите нижнюю часть тела. Приседания сумо. Данный вид приседаний по технике выполнения похож на плие, но различия все же есть. Максимально широко расставьте ноги, колени разверните в разные стороны, наклоните спину вперед, а таз отведите назад. Представьте, что позади вас стоит стул, на который вам необходимо сесть. Сделайте присед и задержитесь в позиции на несколько секунд. Примите исходное положение, полностью не разгибая колени. Приседания сумо – отличный вариант для девушек, которые хотят сделать свои ягодицы более упругими и рельефными. Приседания у стены. Главное отличие данного вида приседаний – наличие опоры, а именно стены, к которой мы будем прижиматься спиной во время упражнения. Встаньте у стены так, чтобы спина прижималась к ее поверхности, а ноги располагались в некотором отдалении. Ноги на ширине плеч. Носки слегка развернуты наружу. Руки на бедрах, либо вытянуты перед собой. Спина ровная. Медленно приседайте вниз, сгибая колени и плотно прижимая спину к стене. Нижней точкой приседания считается та, при которой колени будут согнуты под прямым углом в 90 градусов, при этом бедра будут параллельны полу. Задержитесь в нижней точке максимально долго. Плавно, но при этом с усилием поднимайтесь вверх, принимая исходное положение. Ноги при этом не следует полностью выпрямлять. Приседания у стены помогают исправить осанку, укрепить сердечную мышцу и нормализовать кровообращение. Приседания пистолетом. Приседания пистолетиком позволяют активно проработать квадрицепс, нарастить мышечную массу, улучшить пластичность и координацию. Новичкам рекомендуется начинать приседать, используя опору, скамью или стул. Становимся перед опорой. Руки вытягиваем вперед, либо разводим в стороны, это поможет удержать равновесие. Одну ногу поднимаем перед собой и выпрямляем. На плавном вдохе сгибаем вторую ногу в колени и присаживаемся. На выдохе выталкиваем тело в исходное положение. В первое время вы будете не присаживаться, а в буквальном смысле падать на стул, но со временем сможете выполнять упражнения плавно и без опоры. Переносим вес тела на одну ногу. Медленно приседаем на опорной ноге, при этом одновременно поднимаем вторую ногу, которая должна быть прямой, перед собой. Таз во время приседа отводим назад. Задерживаемся в нижней точке на 2 секунды, а затем выталкиваем тело в исходное положение. Меняем ногу. Не следует с первых дней делать глубокие приседания, при которых таз во время приседа опускается ниже уровня коленей. Начинайте осваивать упражнения с неглубокого приседа и постепенно увеличивайте амплитуду. Если есть сомнения в правильности выполнения или появляются негативные какие-то явления, боли в коленях, в пояснице, то самый простой способ – это либо проконсультироваться с специалистом в плане техники, либо выполнять статические упражнения. Статические упражнения в полуприседе довольно безопасны для суставов, в то же время создают большую нагрузку на сердце. Это тоже может быть ограничением при занятиях йогой или спортом. Следует обратить внимание, чтобы во время приседания с неглубоким приседом, вроде стульчика или ступы, колено не уходило дальше большого пальца стопы по вертикальной оси. Статические приседания. Ступа. Это вид неглубокого приседания, укрепляющая колени и крестец. Ноги на ширине плеч или шире. Бедра отведены в стороны. Ступни расположены в плоскости бедер таким образом, чтобы большой палец ноги был сонаправлен бедру. Поясница выпрямлена. Подтягиваем мышцы живота, ягодицы при этом не задействуем. Грудная клетка раскрыта, как при вдохе грудью. Руки скрещены на груди или вытянуты вперед. Голова слегка наклонена вперед. В исходном положении толкаем бедра в стороны и назад, создавая при этом лишь момент без движения, будто коленями раздвигаем стены коридора. Поясница при этом не должна прогибаться. Ощущения должны локализоваться в области крестца, тогда как напряжение в бедрах должно отсутствовать. Упражнение сложное, при условии, что оно выполняется правильно. Стульчик. В процессе данного вида приседаний задействованы мышцы ног и спины, поэтому стульчик способствует выпрямлению позвоночника. Сводим ноги вместе так, чтобы большие пальцы ног соприкасались, а пятки были слегка расставлены. При этом внешние ребра стоп должны быть параллельны друг другу. Приседаем, согнув колени так, чтобы пятки не отрывались от пола. Важно, чтобы в коленях, а также между корпусом и бедрами были прямые углы. Спина ровная, поясница выпрямлена. Грудная клетка раскрыта, дыхание осуществляется животом. Руки подняты вверх, а ладони соединены и сжаты с ощутимым усилием. Локти можно согнуть, но при этом важно, чтобы они были направлены вперед. Плечи не напрягаем. Колени слегка толкаем в стороны, цепляясь стопами за пол. Для понимания этого движения можно связать ноги ремнем выше колен и попытаться разорвать его. И помните о том, что постепенное повышение нагрузки – один из важнейших принципов эффективной тренировки. Поэтому не останавливайтесь на достигнутом и ставьте перед собой новые цели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!